Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея 10.17 Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Это очень и очень важная тема. Остерегайтесь. Как ходишь по-славянски, говорит, опасно ходишь. Адам не поберегся. Господь перед ним провел всех животных. И он их назвал. Как он их называл, мы не знаем, но в названиях их сущность была отображена. В этом увидел его пророческий дар Иоанн Златоуст. Мы говорим, воробей. А что это ворон, он все везде ворует, семечки клюет. Вор, бей его. Ну там, ворона, что ворона. Что бы ты ни положил, она утащит свое гнездо. Часы, кольца. У нас есть такие слова, которые отображают сущность. В раю все были звери названы так. Змей полз или нет, я не знаю, но написано звери. И друг змей заговорил. Почему они не осереглись? Змей не может говорить. У него языка нет. Вот говорят, собака может разговаривать. Она не может язык повернуть, чтобы эти буквы создать. А по житьям святых она говорила и не один раз. Мы знаем, ослица заговорила. С человеческим голосом на их языке. Да мы, изучая языки, без акцента не скажем. Она, видимо, так сказала, что он даже не заметил, кто говорит. И с ней дальше идет разговор. Я раньше с тобой так поступала. Не поступала. Почему ты легла? Может быть, она молилась. Открой ему глаза. Он увидел ангелы стоят. Еще один шаг и полетишь в пропасть. Тут пропасть, а тут скала. И она ему прижала ногу. Он верхом сидел. Я говорю от самого начала. Сегодня мы прочитали здесь. И говорится, если весь мир приобретешь, а душе повредишь. Это не просто слова. Дьявол с самого начала еще на небе, о чем говорит Исаия 14, главе языки 28, что он сказал, вознесу престол мой. Сяду на север показывать. А что север считает? Озоновые дыры сегодня даже находят люди. Буду как Бог. Его спрашивают, а какая, вот интервью берут, показывают, какая твоя самая главная мечта, чтобы меня признали за Бога. Он сегодня не может от этого отойти. И он бьется уже 7521 год примерно. И исполнится, исполнится. И сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. Всякий язык, колено, племя, нации, одно государство, одна столица. И долго ли он будет царствовать? Три с половиной года. И над кем? Над мертвыми. У нас знакомая была близко, хвахаживали за ней. Царство небесное. Рязанова Александра Тимофеевна. Она не была монашкой. Ну, на подходе к этому. И такая, уже готовая там была. Она жила в монастыре. И она почему-то вышла оттуда с сестрой за день или два до расстрела. Пришли красношлемые бойцы. Вывели монастырь. 470, что ли, было. Вот на горе стоит тюрьма сейчас. К берегу подвели. Всех расстреляли. Девушки, невинные. За что? Ну, если с сегодняшнего дня рассмотреть, они бы все равно умерли. Это 18-й год был. А они царство небесное наследовали. Нужно остерегаться всего. Мы начнем говорить. А нас сразу... Что вы боитесь? Вы же с Богом. Мне неоднократно говорят. Наружено наблюдение у вас тут. Запирайте все. Людей проверяйте, чтобы с паспортом приходили. Писание говорит. Не мудри. Остерегайтесь людей. Мы посмотрим сначала, как это было. Бог сошел на землю и воплотился через Деву Марию. Он Бога-человек. Ему бояться нечего. И однако, было сказано. Встань и беги в Египет. Ирод ищет убить младенца. Да я неприкасаемый. Они меня не увидят. Беги. И он бежал в Египет. И он за того называет. Вот он самый главный беглец. Не упрекайте тех, которые бегут. Господь говорит, будут гнать в одном городе, что? Бегите в другой, но не прячьтесь, куда не надо. Вы должны нести Слово Божие. Деяние 8.4 говорится. Рассевшиеся гнали кого? Ходили и благовествовали. А так костер разбросанный. Где пали искры, все загорается. Итак, мы прочитаем несколько мест в Святой Библии, которая говорит, как нам нужно остерегаться и кого. Второзаконие 2.4. И народу дай повеление скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли, их ни на стопу ноги. Это Якова, семя идет, сыны Якова. Яков, это его имя переименовано, в Израиль. Возвращаются. Там будет Исав. Это его брата. Родились они вместе. Опасайтесь их. Они боятся вас, они попрятались. Но видят, что женщины с ребятишками на руках младенца отстают, там были такие аманитяне, начали стрелять. И Господь говорит, никогда им это не простится. Они отстал их, убивали. И даже десятое колено не войдет в общество Израиля. Опасайтесь их. Родные, близкие ваши, которые не принимают веру в Христово, опасайтесь. Как они справляют? Праздники, Новый год. Ну сядь за стол маленько, ну возьми маленько, щелкнись. Слово щелкну, это умом на счет троньтесь. Ну, думайте, к чему люди призывают. Опасайся. Опасность везде. Сегодня сколько людей погибает из-за того, что не были в безопасности. На дорогах. Сегодня целой комиссии создают, что сделать, чтобы не было аварии. В первую очередь авария от того, что засыпают на дороге. Я был в Америке, и там, вот где если между трассами, туда три движения, сюда. А между ними какие-то, как вот, выступают такие. Если ты по ней едешь, она как вот стиральная доска. И мне Архиписков говорил, я заснул, уже два раза было так. А как переезжать встал, она как затрясла машины и застущала. Я сразу бежу, уже на другую полосу заезжаю, промежуточная-то где. Вот как. И все равно, да, все равно, но не столько. А как спастись? Каждые три часа надо в сторонку отъехать. Три-четыре часа. И хотя бы полчасика поспи. Другого нет способа. Нет, это организм так устроен, он требует отдыха. Остерегайся, садись за руль, если ты не выспался. Я не говорю пьяным, вас не пьют. Остерегайтесь везде. И особенно заботитесь о молодежи. Я вот с кем беседую, все от рулетки, всем наказываю молодым. Никогда не садитесь в чужую машину. Никогда. Друзья, товарищи, школьники, да зайдем там, музыку послушаем. Не ходи. Ко мне прибегает мать одна. Что случилось? Дочка моя увлекается музыкой. Пригласили. И она зашла в комнату. Изнасиловали. А отец милиционер. Отец узнал сразу на машину, я их перестреляю всех. Не надо этого делать. Она прибежала ко мне. Что делать? Почему раньше не думали? Я стал наводить справки. Я не могу проверить это. В Москве уже в этом году потеряно. Не в этом году, в прошлый год. Более 7 тысяч человек. 7 тысяч. Я зашел здесь в милицию, железнодорожный отдел милиции. Гляжу там сколько она. Я говорю, неужели их найти не могут? Он посмотрел на меня, милиция знает, улыбнулся и говорит, это малая кроха. А сколько здесь? Речь идет о тысячах. Ну, можно как-то узнать. Глянь, последний раз. Да, мать. Пошла для ребенка взять молочко там или что-то. Все видели до этого момента. Зашла в магазин. Больше никто не видел. Ну, она с мужем была сказать. Как ребенок грудной. Живут прекрасно. Разногласий не было. Куда она делась по сегодняшний день? На работу идет человек. Стоит машина для перевозка мебели. Один. Не можем никак тут повернуть. Помоги. Мужик хороший. Он заскочил. Теперь опомнился. Только уже в наручниках в Чечне. В подвале сидит. Семь лет уйдет на то, чтобы вернуть. Себя ждется ни жены, ни матери, ни дома. Ничего уже нет. Мы с ним встретились. Под землей он вырвал. Тут кладбище из Булыгинска где-то. А я тут долго не буду. Я все время работаю. Я коплю на квартиру. Я выйду все равно отсюда. Остерегайтесь людей. Остерегайтесь людей. Закрывайте шторки, чтобы вас не было видно. Появляется статья в газете «Угудок». Упырь. Человек или зверь, или демон, никто не знает. Почти каждую ночь теряются ни один, ни два семьи. В семье пять человек. Все убитые. Не зарезано ничего. Каким-то тяжелым предметом. Как они попали? Призвали воинские части. Я такого даже не слыхал. Перегородили все и наконец поймали его. А как ты мог зайти? Шторки не закрыты. Я вижу, куда ложатся спать. Шторки открыты. Посмотрел. Легко можно открыть. Они открыли для воздуха чистого. Первым делом, у меня кирпич больше ничего не было. Если задержать, ничего нет. Убиваю хозяина. А потом с остальными расправляюсь. Беру что надо и ухожу. Сколько людей погибло, никто не знает. Остерегайтесь людей. А у нас остерегается, как бы не сняли его. В Китае все до одного, где бы они ни были, все снимаются. И преступления полностью исчезли. Куда бы он ни шел, его свет идет, везде отображается на карте. И ты там был. И где-то он что-то не так сделал. Черный список. Ему не сесть, никуда не выехать, ни кредит не взять, ничего нет. И все сегодня показывает, а не дают. Они умеют это делать. К нам плотную подошло к этому. Я этого не страшусь. Почему? Мы все равно не ходим. Ночью не ходи никуда, тем более один. Я говорю не о ком-то, а о людях высокого масштаба в Алтайском крае, которые потеряли детей, стали наркоманами. Но один раз встретились. Зачем? Все остальное может еще вернуться. Дети к тебе уже никогда не вернутся. Они стали чужими. Почему не нашли время открыть Библию, каждый день считать хоть сколько-то, пока ребенок интересуется? Создайте дома библиотечки какие-то. Здесь у нас брат печатает это все. Попросите у него по одному экземпляру всего. Книги я уже не могу дарить, потому что все раздарил. На тысячу экземпляров по почти 700 только подарено. Ну что тут говорить? Чтоб дома была библиотека. После выступления в Америке, жандарлили, ко мне подошел человек. А можно я не пишу чек? Я не знал, что такое чек. Доллары в руках не держал. Он выписывает 5000 долларов. А как это деньги? А если умножить сегодня на 70, оно много будет? Ну, Господь позволил мне распорядиться. Инструмент купить и 13 библиотек создать. Нас не будет, а это останется. Электричество могут в любой день, как говорят, вырубить. Заботьтесь о душе своей. Как опасно ходишь. Рядом пропасть. Мы говорим это не для вас, только здесь. Я говорю не о себе, а что с Петре говорят, чтобы делалось известно. Мне только ночью сегодня сказали, значит, вы читаете свою биографию. Я говорю, да другой уже читает. А что еще насчитали? Я говорю, примерно 50 с лишним томов. Как? В интернете, да, так. Златоуз 12 томов, Жития 12, 5 томов добротолюбия и прочее. В гугле зарядите только мою памилию, имя, и дальше назови, что тебе надо. Позаботьтесь о будущем. А там я никак, я к себе в домах не запускаю людей. Я проверяю, смотрю, молюсь. Конечно, могут обмануть. Ну, это все-таки уже тогда и люди смотрят, и мы сами-то видим маленькие. Прочитаем еще Слово Божие. Матфея. Так, это Марка сказать нужно будет. Марка, 12, 38. Там четко сказано, людей, ну, людей просто. А сейчас мы выйдем по категориям, кого особенно надо бояться. Библия говорит, говорит, и ты прожила до сегодня, и не знала, кого надо бояться. И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях. Кого? Ну, в длинных одеждах кто ходит у нас? Ну, сами же вы знаете, речь идет не о женщинах, а о мужчинах. Не надо толковать, остерегайтесь. Они не знают Бога. Они пришли туда, лежат в больнице. Это я уже знаю. Лежит православный священник, и партор, партийный организатор, над коммунистами, ячейками руководили где-то. Перестройка, говорит, партию закрыли, говорит, не знаю, чем питаться. А ты видишь, как я одет? Видишь? А тут батюшка. Попы иди, там ничего тебе не надо знать. Кадилом махал его, лишь бы кадила в руках ходила. И он встал на них кто-то, а сейчас благочинный. Остерегайтесь. А они с 370 лет прятали книгу правил. Вообще нигде не было. Священники не знали. Это 70 лет ездили мы на дороге, и правила движения бы не было. Еще у нас было бы. Как в Египте, там вообще правил нет. Поэтому на разные резины, там сбоку наращивают, что раздвигают машины другие, когда он расклинивает. И аварий меньше нашего. Ни на перекрестках, нигде, никакие фонари не горят, ничего. Даже не верятся в это. А почему? А они остерегаются, чтобы плохого друг другу не сделать. И сохрани Бог, где-то солгать. Вот как умеют. Я узнал кое-какие правила. У нас делаем запись, давай договоримся, ты не нарушаешь, мы с тобой партнеры. А в Америке этого не делают. Звонок? Так, я тебя знаю. Работаем вместе. Работаем. Если он хоть один раз обманет, сразу звонки везде пошли, его везде выбросят. Везде обманет. Продает, поставил торговать наше мясо. Попутно хочу сказать, где люди-то? Торговля. Между торговлей и продажей вторгается дьявол. Это как между камнями вбивается гвоздь. Библия об этом говорит. Хозяин пришел, нормально работал? Нормально. Открыл холодильник, кусок мяса лежит. А это что? Дай себе домой. А ты заплатил за него? Да продавец. Ты же меня поставил. Ну продавец, ну надо платить. Я же тоже покупаю продавать. Ты что? У тебя мемеца, каким сортом было сегодня? Ну сегодня второе было там такое. А я всего первым сортом пустил. Он так ахнул. Да как же ты мог сделать так? У меня же своя клиентура. Тут два квартала приходят где-то. Хозяин вернулся домой. Давай всех обзванивать. Кто приходил сегодня? Тут ошибка. Новый продавец. А его больше никогда не приняли. Всего лишился. Надо научиться. Слово сказал. Ты говорил в крещении? Служить Богу доброй совестью. Больше тебе ничего не надо. Свидетели были? Были. Пробуди. Меня спрашивают. А как определить, что такое совесть? У меня есть выражение. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. И сегодня в интернете им пользуются. Больше ничего не надо. Совести нет. Все закрыто. Голос Божий исчез. Остерегайтесь людей. Римлянам. 16-17. Книжников остерегайте. Которые и Библию изучают. И сколько сект. В одной Америке 21 тысяча разных сект. Остерегайтесь. Мы, православные, берем толкование. Тоже толкование. Но святыми отцами с первого века. Умоляю вас, братья. Остерегайтесь производящих разделений соблазны. Вопреки учениям, которые вы научились. И уклоняйтесь от них. Разделение это разделение. Первое разделение самое большое было. Чисто 16 глава. Вы знаете, мы вели занятия только в техническом. 18 лет. И много юристов приходило. Я доску разграничиваю. Наказание. Какое преступление? А вы в другую сторону подскажите. Они сразу называют. Я говорю, сутки. Там 10 суток дают за что? Год, два, три они прямо называют. То-то, то-то сделал, то-то своровал. Там-то 10 лет. Ой, это серьезно. А пожизненно. До этого был расстрел, когда начинали. Еще меморандум не принимал Ельцин. И что? Отвечают. Я говорю, живем в ад. Такой статьи нету. Я говорю, есть. А за что? Производящие разделение. Дофана, Верона и Корея. Решили отделиться от Моисея. Они ничего не сделали еще. Только намерение было. И вот сказал, что доказать я ничем не могу. Соревноваться с вами не можем. Еще книги не написаны. Доказывать нечем. Доказывать можно было жизнью и смертью. Завтра Господь покажет. Если вы умрете обыкновенной смертью, как люди, значит, еще вы плохого не сделали. Если не обыкновенной. И на завтра явились. Ясное дело, что эти были люди знатные. По-нашему сказать, князья. Рядом жены стоят. Может, не одна. Дети. Шатры, скотина. И Моисей сказал, отойдите от них. И вы знаете, земля лопнула. И все провалились живьем в гиену огненную. Сразу. Все. Самый страшный грех. Не веря в Бога. А за ним разделение. Берегитесь разделения. Храните веру православную. О, Русь. Как поэт один сказал. Храни и береги веру православную. Мы скажем впереди. Христианскую. Православном варианте. Настоящим. Святыми отцами. Второе. Коринфянам. Одиннадцать двадцать четыре. Двадцать шесть. От Иудеев пять раз дано было мне по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками. Однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был путешествиями. в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях пустыни, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Все проверят. Апостол Павел, хранимый Богом, избранный сосуд, равных ему не было никого, столько сделать. И вдруг опасность, опасность считает, середись. и как, да я окруженный благодатью Божией, меня не тронет сатана беги и в корзинке его опускают по стене и куда он бежит, и мы знаем сколько раз он убегал и мало того, еще прислушивался а что скажут, кто за ним охотится у него свое бюро работало там а где это было такое? племянник, как он услышал через ограду, 40 человек собрались и говорят, Павел, что делает веру наших предков разрушает убить мало, ну как? а мы попросим, чтобы его вывели как будто что-то хотим узнать и сразу кинемся, 40 человек с кинжалами, давайте поклянемся не будем есть и пить, пока не убьем это вера такая киллеров, 40 киллеров одновременно я видел, как президент нашей федерации был за рубежом, и там договорились не убить, а только постращать, и женщины вдруг ворвались, и там специально стоят полицейские, не могут захватить они бегут за ним, он сразу мгновенно сразу за кого-то встал, его нигде нету он сам из этих органов работает его не проведешь так и его спасли благословен Господь хранящий правителей чтобы они без покаяния не ушли что они натворили? и Павел здесь опасность дороги, опасность среди лжебратьев, церкви везде ну а церкви-то какая опасность? тут самая большая опасность, потому что человек не бережется был такой правитель лев и саврянин, ну а ты сава племени православный, но он говорит, вот придут люди и по храму ходят, мыкаются, да еще поцелуют, да и лбом стукнет как будто, ну мы же не целуемся так, чтобы друг друга лбами-то бить-то и он говорит, давайте икону повесим повыше, как у нас, чтобы люди не шарили здесь так это что, икона Борис он молится в Алтай входить нельзя, мирянину, но есть канон, который говорит особом царского сана можно это и погубило его охранники не могут войти, он вошел а в это время киллер, православные наши бросились на него он крест в руки взял, креста убойтесь они руку сразу с крестом отрубили ему и убили когда Казань захватывали какой там девятый час, когда считали и в это время взрыв был и что казанские сироты, все повырезали это все наше, нам не надо этого отрицать наши православные поэтому надо заботиться, опасаться в первую очередь самого себя каждый день проверять а правильно ли я живу а правильно ли встал а правильно ли за столом сижу в какое время я беру руки Библии как считаю сколько дней эта Библия-то в руках не была и дети не слышали достать крупного размера такую Библию чтобы ребенку дай ее подержать эту весомость второе Тимофею 4, 14, 15 то есть опасность везде Павел сказал и он сам бежал и киллер, вы знаете, попутно сказать племянник-то услышал и добился встречи с ним разрешили с узникам встретиться в настоящее время не разрешили бы и он ему сказал я слышал 40 человек стараются убить он говорит тысяча начальнику скажи которая охраняет эту крепость тот пришел и рассказал правда, правда и тот сразу принял бьер вы знаете 450 человек вооруженные, всадники и ночью срочно его отправить там где уже им не достать никогда те кто утром встали Павел бы нам надо вот Савва-Савва да вот спросить да может быть он и не виновен а его нет здесь как нет? только стемнялось сразу отправили в таком-то часу и все сели теперь они пить-то есть заклялись они даже умереть были не тут и было нарушили все клятву свою дальше дело не пошло нам сказано бежать научитесь бегать а как убьют у кролика у зайца другого нет как плодиться и размножаться кого-то убьют а тот останется итак 2 Тимофеев 4 глава 14-15 стих Александр Медник много сделал мне зла да воздаст ему Господь по делам его берегись его и ты ибо он сильно противился нашим словам у меня как раз и было потеряем в Киво Сталии Александр в Дугомистии Дмитрия как будто бы от нас это написано и что он только не делал каких пакостей по сегодняшний день не творит мы видим что и одного человека потеряли еще одного из него вот так а что сделать молиться но я скажу что молитва о нем не идет совершенно никак я насилую себя Господи помилую его и тут же он выпадает из памяти как будто его нету нету он перешел эту грань а почему нет жертвы за грех но я какая страшное ожидание огня готового пожать противников вы знаете что он делал разрушал семьи блудничал его нету но он живой еще я силюсь помочь ничего не получается никак вчера помолился сегодня Александр что-то запоминать нету его его нету списка за которым молиться я не могу это объяснить никак даже за глав администрации за всех которые президент Америки молюсь каждый день и свободно идут перечисляем всех итак деяние 17.14 как раз про это еще деяние 23.12 с наступления дня некоторые удели сделали умысел и заклялись не есть и не пить доколе не убьют тогда вернуться назад 17.14 тогда братья тотчас отпустили Павла как будто идущего к морю а Сила и Тимофей остались там сделали вид такой будто он туда идет а он туда и не пошел он зашел завернулся а там разрешается да разрешается я выставил ролик как в одну организацию я прихожу рядом со мной собака на мордике я делаю что угодно они маящат и говорят наденьте на мордик на себя маской называют а я пишу и выдайте то такая-то статья все это помогли мне юристы сказать собака имею право быть требовать это вы не можете мне все выдали я ушел да другие так вы обманули их вы разговариваете а вы вели себя как глухонемой ничего особенного это нет обмана нет считайте житей святого пантереймана я говорил вам об этом его нет вдруг в университете пять дней нет нигде а его ермолай пресс-миттер принял к себе ему все рассказывал рассказывал царстве небесном я отец потерял отец спрашивает а где ты был он говорит врач очень интересный был он научил нас многому я боялся от него отойти он на христе имеет ввиду молитвой а когда спросили там он говорит да я с отцом был а с отцом небесным был и он показывал мне наследие мое какое достанется мне и все поверили он никого не обманул но никто не понял то есть иногда допускается в аллегорической форме притом неоднократно и вот здесь мы считаем какие люди в какое время и надо как-то применить к себе а сколько раз тебя обманули вот у меня живет человек просто пришли люди я вижу сон и сны не признаю их а этот сон прямо жене рассказываю вижу приходят ко мне два человека один высокий другой пониже но один останется другой уйдет но скрывать себя придется под скалой скала на вес я рассказываю в это время стул в дверь заходят два человека и один останется я в это время искал человека с таким голосом чтобы насчитать мог архипелагула про мучников про патриарха у него именно такой голос я из Новосибирска среди артистов знатных людей искал чувствую не тот голос он как раз тот поговорили а он комсомольский работник республиканского масштаба у него двоюродный дядя главный идеолог Советского Союза Суслов Михаил Андреевич и он остался это добрый хороший человек будет он ярмонахом но было время он меня упрекнул вы что-то закрываете тут шторки ну кого вы боитесь тут это такое закрываться надо не надо чтобы видели и это погубило его он беседует с тем кто назывался кришнаитом и сказал фразу которая послужила решающе ты живешь поклоняешься черному кришна это черный и ты ему служишь а этот Руслан ничего лучше не додумал натащил электрод в три часа ночи постучал он открыл ему никогда не открыл он мгновенно ему ударил в горло а дальше перочином ножичком отрезал голову вошел в алтарь вокруг обошел бросил на престол в алтаре вокруг престола обошел вы знаете о ком я говорю сразу оповестили конечно президента и патриарха и молились я говорил не открывайте а первую очередь как ты мог открыть в три часа ночи знаешь что он враждебно настроен тебе ты знал кому открывал зачем а вам стучали сколько раз было да откройте среди дня боитесь сидите заперлись хозяйка говорит у вас там жена торгует пирожками я хотела заказать там то другое что боитесь что ли 12 часов дня боюсь а сам зашел сверху в второй этаж там где жили я глянул окрасне два или три мужика крепкие стоят около двери и кому бы я открыл своей смерти упрек этот сойдет а жизнь твоя одна единственная не открывайте никогда майор милиции говорит у меня дома там цепочка да еще другое пристройство сделал чтобы никому не открыть живу а угрозы были неоднократно берегите дома проверьте как у нас была здесь сестра хорошая сестра болеет можете помолиться Валентина ей лет пять доченька никому не открывай родители ушли случилось мужчина я мама послала меня к тебе ты открой дверь я тебе принес там что-то я говорю за щекол одна дома сидит как кто-то ударил меня по руке моя рука отлетела я испугалась не могу подойти что бы было с ней сегодня много об этом рассказывают и пишут как в подвалах держат своровали там и что делают а потом трупы выбрасывают если ты избран Господь конечно по ошибке тебя может спасти но не искушайте Господа Бога Иисус вознесся Он не разбился а дьявол говорит бросил с крыла храма на руках понесут тебя живые помощи считай дьявол этого не боится он боится Библии а Христос говорит написано не искушай Господа Бога твоего эти слова прожгли дьявол он отошел сразу и дьявола бояться не надо сегодня прямо показывая под разными рассказываешь поняли как один увидел чума идет в город а зачем ты идешь тысячи человек забрать он когда вернулся пять тысяч умерло он опять встретил он найдет ты же говорил одну тысячу я взял одну тысячу остальные от страха умерли не бойтесь этих вирусов не бойтесь потому что где можно Господь защищает лишний раз туда не лезьте есть люди которые умышленно идут спасая других я знаю одного лауреата Нобелевской премии который сделал все чтобы спасти прокаженных не хватало образования он сразу пошел и кончил медицинский университет и поехал среди них работать и один из них заразился он канализирован будет он ради людей это все делал можно рисковать там те Господь и где по другому ну никак нельзя и нет больше людей как пожертвовать собою Деяния апостолов 25-40 5-я глава 40-й стих они послушались его и призвав апостолов били их и запретив им говорить о имени Иисуса отпустили их опасность сегодня били а завтра убьют и что они покорились нет кого больше надо не слушаться то есть надо предить грань за которой над нами никто не властен в благовестии нет никакого запрета я пример личный говорю мне попытки были запретить когда я уже в вузах сижу и власть сразу отступила конечно где я распространял на прогулке в каждой щели написано молитвы толка они сразу нашли ну естественно тут они могут наказать я нарушил а если я сам молюсь в камере проповедую в лагере говорю они ничего не могут сделать но всем наказали кто будет подходить к нему будет крепко бит и приходят щенком лопаты били я могу подходить разговаривать а ко мне не могут власти пытались ограничить распространение слова Божия значит тут сами себя определите власть ведь тоже Богом допущена и то располагает мы видим Павла они не могли казнить когда он потребовал суда Кесарева 26.11 деяния и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах вот это была опасность не для людей опасность а для него потому что касающийся вас Господь говорит касается зеницы ока моего в это время душа его перед Господом трепетал но он был избранный со суд каких трудно найти и он не скрывает этого а сегодня даже пишут приходят письма из тюрем отовсюду и о себе не скажут я вот сижу здесь третий срок или пятый а почему не сказать от чего что ты Бога не знал и обязательно где-то что-то у него есть что сектанты пришли и говорили православных нигде нету ни разу только еретики какие-то там ему говорили и он эту ересь уже распространяет здесь евреям 11.30 6 другие испытали поругание и побои а также узы и темницу не понял еще раз 11.30 это о том что от чего нельзя спрятаться и никак вот потеряем и у нас храм называется в честь святого Анфима Некомедийского его калили в 302 году а лагерь в честь Климента Анкирского в 312 за год до провозглашения христианства государственной религией посланы сколько это верно когда опасность нужно бежать ну видимо ему было это открыто дальше будет свидетельство и кончина в мире не было такой общины которая вся бы до единого человека взошла на небо примерно 32 тысячи человек и все вошли как? сожгли? это огромные огромные 20 тысяч человек когда вмещаются это вот сейчас мечеть в Чечне построена 20 тысяч люди бежали узнали что идут воины сжечь и они бежали чтобы успеть зайти туда только жертву принеси жертву стоит мясо руку протяни положи иди домой больше ничего не надо ну подставь лоб и правую руку больше ничего не надо защипируй ты иди домой только скажи что я признаю Богом не просто щипирование а признание Богом сидящего там от Христа отрекись мы не мешаем тебе и и проповедуй некоторым христианам предлагали это даже проповедь это но проповеди там уже не будет а будет так она будет мертвая евреям 11.36 мы считали? так Иоанна 16.23 Иоанна 16.23 изгонят вас и синагог даже наступает время когда всякий убивающий вас будет думать что он тем самым он тем служит Богу так будут поступать потому что не познали ни отца ни меня так что к этому надо приготовиться мы ведь крестимся в полное погружение это обязывает ко многому скрываясь под водой мы умираем мы добровольно на это пошли умираем для греха мы для греха умерли мы не нужны на земле может быть уже надо это сохранить и Павел неоднократно и Христос об этом говорит будут гнать меня гнали распяли почему мы должны другим путем идти мы должны смотреть где кровавые ступни Христа прошли чуть в сторону сатана тебя схватит сразу узнавай жизнь Христа жизнь святых апостолов Михея 7 5 не верьте друг другу не полагайтесь на приятеля от лежащей на лоне твоей стереги двери уст твоих даже жена лежит рядом от нее стерегайся я ставлю пример тут одно время судили совсем несколько лет назад судили одного человека полковник ГРУ это понятно главное разведуправление и готовился вести войска сверху правительством то есть он все рассчитал и кому-то говорит и вслух говорит а его уже завербовали уже крот сидит и все записали его судят 14 лет получил понятно во-первых ничего это не даст эти грабители все уже нахватали уже много им не надо а новые начнут с нуля и опять то же самое повторится мы можем имеем право повелением молиться за царей за начальствующих ни в каких митингах нигде не участвовать это ничего не изменит кроме того что тебе мир уже заглотнул а там все снимки идут и спросят чего ты хотел и при том это все идет в нарушение каких закон они успели принять когда поправки конституции тут было я не хожу 60 лет голосовать а тут пошел голосовать не за человека а за поправки конституции я ответил та конституция какая есть мне дает право молиться дает право проповедовать даже закон который яровой был принят нам не помешал мы сразу кроем отделе милиции получили полиции получили что мы зарегистрированы здесь прошли курсы поставили пищать батюшка расписался наши идут везде на площадях и мы никому уже не нужны нас проверили надо делать законы и никаких не было ты говори вот об этом об этом не говори этого не было ни разу и нигде главное говорить это о Христе что он умер за нас что он воскрес для нашего оправдания и он придет судить нас и взять к себе филиппийцам 32 берегитесь псов берегите злых делателей берегитесь обрезания злых дел берегись обрезания если обрезание понимать что там было в Ветхом Завете то тогда они готовились и очень хорошо заклинались не пить не есть и гнали преследовали ложные показания давали и Нерона вот это гонение было именно на этой основе сегодня уже кое-что узнают люди а как бы не как приготовиться вы смотрели камы-грядеши Роман Семкевич и что там как брали львам бросали даже смотреть сегодня и то страшно они поют и как Нерон удивился распятые поют это была проповедь и эта проповедь достигла нас мы читаем про Яна Златоуста смелым был или нет Павел был смелый но чтобы смелый кого-то назвал еще смелее себя и он кого-то увидел говорит Исайя смело возглашает это означает Исайя действительно смелый он предсказал пришествие Христа его страдания и вот Павел об этом упоминает смелый а чтобы быть смелым надо знать где быть смелым и как кремен человек делается и ничего не могут сделать болезненно даже вообразить невозможно что какие казни при том подробно представьте женщины берут раздевают догола бывает отдают там целому полку военных заходите один за другим а потом начинают пытать возьмите Екатерина Великомущина специально большое колесо а внизу там специально построят там закрепленные мещи стругалки кожа с мясом отрывает колесо поворачивает она проходит а дальше она не может пройти там стоят торчки она все еще живая режут соски резут груди все разбрасывают даже это вообразить невозможно и они не отреклись почему Господь дал силу и язычники говорили они как деревья они еще не чувствуют что-то чувствовали да смеялись еще Емельяна положили там огромная сковорода он говорит одна сорна пропеклась переверните на другую людоеды дробь не хватило разжечь Агапия говорит мой отец плотники сходите принесите еще дробь бедная сжечь-то не можете правильно повесить не можете как декабрист один оборвался из петли мы должны научиться мыслить категориями священного писания никого не бояться и остерегаться вот Янг Златоуст и в командировку поехал за Босфор патриарх ну вместо себя он должен кого-то оставить он там Севиро оставил митрополит ты на него надеешься конечно вернулся тот заперся не пускает захватил власть у Яна Златоуст когда считаешь что прямо руки ну неужели ну Златоуст такой прозрительный Григорий чудотворец с дьяконом кто-то говорит идут арестовывать христиан он посмотрел рядом холм какой-то ну как в Сарасках где памятник стоит он сразу туда пошли быстрее воины пришли а у вас тут не было тут епископы ищем были они вот туда пошли туда и они туда постояли вокруг оглядели ничего нет а что там да там два дерева таков суковатых они стояли руки подняли и Господь им показал что это какие-то стояли деревья притом в писании было не один раз притом иногда говорили даже неправду как будто вот Афанасий Александрийский он просто Афоня был потом Адиаконом был и Диакон развернул историю церкви в другую сторону епископы подписались под Ерис и Ария он один выступил Ария тебя кто будет судить Бог да нет это Христос говорит как он может судить это не Бог и все епископы демзавировали свою подпись и все убирают на счастье он будет патриархом за ним гонялись и он умел обойти воины никак не пробьются храм полный набитый уже близко к нему вдруг видят его нет нигде он среди толпы вышел скорее на какую-то запасную лодку была корабль и поплыл кто-то видел они за ним он говорит разворачивайте назад навстречу вы не видели здесь он недалеко от вас здесь ищите они дальше поплыли он возвращается и проповедь заканчивает но когда здесь окружили одна девица его приняла и в сухой колодец опустила и он разозлился таким посланием что потряс всю империю вот как то есть иногда прибегать к способам защиты самого себя просто необходимо не просто остерегайтесь вот у меня был человек один и я ему поверил а его везде посчитали пацаной и уткой как говорят послушать и уйти я говорю знаешь у меня два варианта на тебя ты комсомолец был то другое недавно обратился а может ты подослан ко мне а другой вариант а если ты не подослан и у тебя последний шанс что ты у меня зашел в мою квартиру ведь я могу тебя оттолкнуть я неожиданно сразу заплакал голову обхватил руками я так и думал последний мой шанс здесь и дальше начали работать вместе будем ценить то что нам Бог дает остерегайтесь людей и с помощью Божьей мы избежим сетей которые дьявол расставил всюду любите людей и остерегайтесь в меру чтобы души не оттолкнуть Аминь Аминь не оттолкнуть не оттолкнуть то что мы вещество в медиа не оттолкнуть